здравствуйте друзья сегодня утром в районе 9 я ехал и записывал сообщение коротенько о том что вот сейчас начнется прямая трансляция со светланы к перископии в ю тубе а сейчас вот уже около трех часов то есть что это прошло то считайте ну вот почти шесть часов прошло и мы снова едем но уже в обратную сторону давайте я что ли камеру на себя поверну такое ощущение что солнышко в нее светит сейчас мы так чтобы меньше солнышка на камере вот подустали немножко и так получилось что ребят приехали из сан-франциско они ехали втроем светлана лиза ее помощница тоже адвокат и марат марат когда-то вообще учился у нас в школе но сейчас он паралегал и помогает светлане короче вот они втроем ехали но они по дороге решили заехать куда-то там в кофешок какой-то купить там к столу ну и короче прибыли буквально за пять минут до начала трансляции мы уже так волновались куда народ подевался вот но в целом в целом ничего единственно что у нас по недосмотру так получилось что вопросы из перископа там первые минут 20 никто не мог прочесть потому что марат которому посадили читать вопросы из перископа его не не подключили к правильной трансляции он все ждал талаги так держи вопросы и я смотрю вроде идут вопросы короче оказалось что он там не в том окошечке находился вот в эту часть починили стал нормально вопросов было такое количество и таких разных что я хочу сказать что в общем то давно мы тут живем то знаете как и какое-то отношение там косвенное ко всему это имеем я от разнообразия реально ой так ошалел вот шарики за ролики вот так пошли и и столько было вопросов и у нас у всех вот кто там присутствовал и и пире на экране и и за экраном то есть мы там какую техническую часть мы мы все ошалели от не шалели чувствуем себя виноватыми что так много было вопросов знаете которые не получили ответов но я вам хочу сказать что совокупно в нашей трансляции участвовало явно больше тысячи человек я я скажу как я смотрю значит если мы смотрим на ютюбе там просто показывает насколько народу весь конкретно находится но не показывает сколько было за все время трансляции так вот на ютюбе нас было за 500 а значит в перископе когда смотришь перископ там варьировалась но скажем так от 100 там может быть 20 30 до 80 может быть человек то есть казалось бы немного но по совокупности всех людей которые участвовали там больше меньше и так далее это было ближе к 500 таким образом я думаю что если такая же статистика заходов там то надо скажем вот эти там 500 человек перископовских то тоже на смысле 500 человек ютюбовских на 3 умножить я даже не знаю как правильно считать но по самому скромному как бы варианту это было тысячи человек я не могу сказать что тысячи человек задавал вопросы это не так значит у нас были вопросы написанные раньше отпечатанные и какую-то часть из них мы значит осветили какие-то вопросы шли в перископе какие-то шли в ютубе какие-то шли от аудитории в зале в комнате где мы находились но там было человек 10 некоторые сказали что у них вопросов нет и просто они пришли посидеть но по ходу дела у них вопросы возникали поэтому мы так как-то им тоже раз люди пришли то есть мы не могли их лишить слова значит они тоже должны были что-то задать конечно поскольку это первый раз все происходило то у нас еще не отработался вот этот механизм допустим чек который на вопрос отвечает чтобы на его обязательно повторил допустим да бывает что из зала кто-то сказал может быть это недостаточно громко поэтому такие технические какие-то накладки там есть но в общем то мы все очень так ну хорошим таком позитивным возбуждением от этого дела все очень довольны и мы считаем что очень хороший формат такой был и если нас так тысячах посмотрела то сколько же там еще в записи подойдет значит мое такое суждение что и перископовская трансляция и ютубовская они как бы автоматом идут в онлайн ну ну то есть перископовская на наш канал не попадет но она в самом перископе сидит какое-то время я честно говоря не уверен что нам надо перископовскую сохранить в виде файла и куда-то повесить потому что она абсолютно ничем не отличается от ютубовской ну то есть сказать что какая-то разница есть так ее нет поэтому перископовская пусть повисит сутки кто посмотрит молодец а кто не посмотрит так уже и бог с ней а вот ютубовскую значит она будет висеть у нас на канале и я еще на камеру снимал на обычную поэтому я думаю так что я нарежу на какие-то сюжеты не знаю сколько их будет то есть будет полная да не не проблема кто в состоянии три часа смотреть значит пусть смотрит и я думаю что будет много желающих но поскольку среди вопросов было много таких которые часто задаются и они как бы заслуживают того чтобы куда-то вынести отдельно поэтому пусть пусть будет там сколько-то отдельных сюжетиков я в принципе извиняюсь вот ну как бы перед теми кто хотел что-то спросить и не получилось это просто не могло получиться знаете я когда начал в кб работать после связи много-много лет назад там кто-то из наших однокурсников попал в патентное бюро в кб где я работал стал заниматься патентоведением и вот какая-то лекция была отметом как бы по знакомству позвали и вот человек который выступал патентовед он назвал такую цифру и представьте себе что это было году там 79 там 80 такого плана он сказал что из десяти идей ну в данном случае патентов он имел ввиду запатентованных идей которые достойны во всех отношениях достойны внедрения только одна может быть физически внедрена в современном мире потому что нет таких ресурсов чтобы все внедрить то есть это физическая способность эти планеты это 10 процентов от того что вот она рождает значит вот довести до внедрения мы в такой же ситуации то есть у нас было совершенно замечательное количество вопросов хороших и все но мы просто физически не можем за три часа ну сложно было я хочу сказать что качество публики было замечательным у нас в перископе мы даже никого не забанили а на ю тубе может быть человек пять вот буквально поэтому они как-то себя странно вели в разной степени плохости одни совсем плохо другие как-то недостаточно хорошо то есть как-то так они не понимали куда попались зачем и так далее то есть как-то вот так но в целом я хочу сказать что это потрясающе за три часа там пять человек куда-то отодвинуть это неплохо вот ну что еще я призываю всех посмотреть кто не посмотрел если вам интересны вопросы как бы иммиграционные спектр был невероятность то есть там было и по бизнес иммиграции и по политическому убежищу и по воссоединению семей и по получению гражданства сша и там и с браком и лгбт и что там но просто нон-стоп вот представьте себе три часа нон-стоп значит люди отвечали на вопросы об иммиграции мы дали светлане там перерывчик я не знаю сколько времени там перерывчик занял и в это время ее помощники отвечали значит там марат и лиза и в это время там светлана там пошла тем чайку попить и консультировал людей которые приехали там на кухне то есть такое было мероприятие шикарное мы в итоге хочу сказать сделали фотографию и отправил я ее на этот сам господи вылетел слова в общем где фотографии вешают и фотография хорошая я был в папахе такой серый генеральский с красным верхом а светлане мы дали значит молдавскую шапку кушму с каракулем снаружи и норкой внутри вот так что я внеземка заговариваюсь потому что устал очень 6 часов таком в непрерывном движении разговор и я там как бы моя функция была вести мероприятие я думал что на камере буду но все камеры у нас взял на себя жанур то есть он взял на себя и трансляцию в ютубе и в перископе и мою видеокамеру вот он как-то все три там как-то мониторил надо сказать что неожиданно для меня ну то есть предсказуемо но неожиданно ровно через три часа от начала трансляции перископовская трансляция отрубилась отрубилась давайте заговаривать немножко надо от усталости хотя знаете что я хитренько взял с собой кашки кашки взял с собой и вот так покушал когда закончил так чтобы сил восстановить они там знаете сладкие булочки ели с кофе а я сладкие булочки есть не стал а съел кашку на курином бульончике изумительно я вот молодой был каши не любил знаете а сейчас мне прям хлебом не кормит если я есть самый не стану но но в общем короче кашки а все равно заплетается на это от головы все ребят я хочу поблагодарить тех кто участвовал со всех сторон кто был с нами все таки колоссальное количество людей и у меня такое ощущение что мы как-то пионерский такой сделали за то есть вот я не знаю я правда не смотрю много других каналов и там не то что я сильно интересовался как-то не наталкивался вот я иногда делаю поиск там на иммиграция в сша там иммиграционный адвокат то есть я так посмотрю я не видел ничего такого вот так в таком формате так что мы в известном смысле так как как юные пионеры но и не такие юные а я уже вообще комсомольцем был также такие пироги ладно ребят счастливо мне тут до дома две минутки и я уже немножко приду в себя светлана будет меня восстанавливать на на чем мы с вами и прощаемся да если я кого-то вы забанил и он считает что это несправедливо или там не за что но пусть напишет так напрямую мы собственно чем с ним обсудим счастлива